Рассказ Антона Павловича Чехова «Страшная ночь» Святочный рассказ читает Павел Беседин Иван Петрович Панихигин побледнел, Притушил лампу и начал взволнованным голосом. Темная, беспросветная мгла висела над землей, Когда я в ночь под Рождество 1883 года Возвращался к себе домой от ныне умершего друга, У которого все мы тогда засиделись на спиритическом сеансе. Переулки, по которым я проходил, почему-то не были освещены, И мне приходилось пробираться почти ощупью. Жил я в Москве, у Успения на Могильцах, в доме чиновника Трупова. Стало быть, в одной из самых глухих местностей Арбата. Мысли мои, когда я шел, были тяжелы, гнетущи. Жизнь твоя близится к закату. Кайся! Такова была фраза, сказанная мне на сеансе спинозой, Дух которого нам удалось вызвать. Я просил повторить. И блюдечко не только повторило, но еще и прибавило. Сегодня ночью. Я не верю в спиритизм, Но мысли о смерти, даже намек на нее, Повергают меня в уныние. Смерть, господа, неизбежна. Она обыдена, но, тем не менее, Мысли о ней противно природе человека. Теперь же, когда меня окутывал непроницаемый холодный мрак, И перед глазами неистово кружились дождевые капли, А над головой жалобно стонал ветер, Когда я вокруг себя не видел ни одной живой души, Не слышал человеческого звука, Душу мою наполнял неопределенный и неизъяснимый страх. Я, человек свободный от предрассудков, Торопился, боясь оглянуться, поглядеть в стороны. Мне казалось, что если я оглянусь, То непременно увижу смерть в виде привидения. Панихигин порывисто вздохнул, Выпил воды и продолжал. Этот неопределенный, но понятный вам страх Не оставил меня и тогда, Когда я, взобравшись на четвертый этаж дома Трупова, Отпер дверь и вошел в свою комнату. В моем скромном жилище было темно, В печи плакал ветер и, Словно просясь в тепло, Постукивал в дверцу от душника. «Если верить спинозе», — улыбнулся я, «Тобот этот плащ сегодня ночью мне придется умереть». «Ой, жутко однако!» Я зажег спичку. Неистовый порыв ветра пробежал по кровле дома. Тихий плач обратился в злобный рев. Где-то внизу застучала наполовину сорвавшаяся ставня, А дверца моего от душника Жалобно пробежала о помощи. «Плохо в такую ночь бесприютным», — подумал я. Но не время было предаваться подобным размышлениям. Когда на моей спичке синим огоньком разгоралась сера, И я окинул глазами свою комнату, Мне представилось зрелище неожиданное и ужасное. Как жаль, что порыв ветра не достиг моей спички. Тогда, быть может, я ничего не увидел бы, И волосы мои не стали бы дыбом. Я вскрикнул, сделал шаг к двери, И полный ужаса, отчаяния, изумления закрыл глаза. Посредине комнаты стоял гроб. Синий огонек горел недолго, Но я успел различить контуры гроба. Я видел розовый, мерцающий искорками глазет, Видел золотой, голунный крест на крышке. Есть вещи, господа, Которые запетливаются в вашей памяти, Запоминаются, Несмотря даже на то, Что вы видели их одно только мгновение. Так и этот гроб. Я видел его одну только секунду, Но помню во всех малейших чертах. Это был гроб для человека среднего роста И, судя по розовому цвету, Для молодой девушки. Дорогой глазет, ножки, бронзовые ручки Все говорило за то, Что покойник был богат. Опрометью выбежал я из своей комнаты И, не рассуждая, не мысля, А только чувствуя невыразимый страх, Понесся вниз по лестнице. В коридоре и на лестнице было темно, Ноги мои путались в полах шубу. И, как я не слетел и не сломал себе шею, Это только удивительно. Очутившись на улице, Я прислонился к мокрому фонарному столбу И начал себя успокаивать. Сердце мое страшно билось, Дыхание сперло. Одна из слушательниц Припустила огня в лампе, Придвинулась ближе к рассказчику И последний продолжал. Я не удивился бы, Если бы застал в своей комнате пожар, Вора, бешеную собаку. Я не удивился бы, Если бы обвалился потолок, Провалился пол. Попадали стены, Все это естественно и понятно. Но как мог попасть в мою комнату гроб? Откуда он взялся? Дорогой, женский, Сделанный, очевидно, Для молодой аристократки. Как мог он попасть В убогую комнату мелкого чиновника? Пуст он или внутри его труп? Кто же она? Это безвременно покончившая жизнью богачка. Нанесшая мне такой странный и страшный визит. Мучительная тайна. Если здесь не чудо, То преступление блеснуло в моей голове. Я терялся в догадках. Дверь во время моего отсутствия Была заперта, И место, где находился ключ, Было известно только Моим очень близким друзьям. Не друзья же поставили мне гроб. Можно было также предположить, Что гроб был принесен ко мне Гробовщиками. По ошибке. Они могли обознаться, Ошибиться этажом или дверью И внести гроб не туда, Куда следует. Но кому же кому неизвестно, Что наши гробовщики Не выйдут из комнаты, Прежде чем не получат за работу Или, по крайней мере, на чай. Духи предсказали мне смерть, Думал я. Не они ли уже постарались, Кстати, снабдить меня и гробом? Я, господа, не верю И не верил в спиритизм. Но такое совпадение Может повергнуть В мистическое настроение Даже философа. Но все это глупо. И я труслив, как школьник. Решил я. То был оптический обман. И больше ничего. Идя домой, Я был так мрачно настроен, Что не мудрено, Если мои больные нервы Увидели гроб. Конечно, оптический обман. Что же другое? Дождь хлистал меня по лицу, А ветер середита трепал мои полы. Шапку. Я зяб и страшно промок. Нужно было идти. Но куда? Воротиться к себе Значало бы подвергнуть себя Риску увидеть гроб еще раз. А это зрелище было выше моих сил. Я, Не видевший вокруг себя Ни одной живой души, Не слышавший Ни одного человеческого звука, Оставшись один, Наедине с гробом, В котором, Быть может, Лежало мертвое тело, Мог бы лишиться рассудка. Оставаться же на улице, Под проливным дождем, И в холоде, Было невозможно. Я порешил Отправиться ночевать К другу моему, Упокоеву. Впоследствии, Как вам известно, Застрелившемуся, Жил он в меблированных комнатах Купца Черепова, Что в мертвом переулке. Панехидин Вытер холодный пот, Выступивший на его бледном лице, И, Тяжело вздохнув, Продолжал. Дома я своего друга не застал. Постучавшись к нему в дверь, И убедившись, Что его нет дома, Я нащупал на перекладине ключ, Отпер дверь и вышел. Я сбросил с себя на пол мокрую шубу, И, Нащупав в темноте диван, Сел отдохнуть. Было темно. В оконной вентиляции Тоскливо жужжал ветер. В печи монотонно насвистывал Свою однообразную песню сверчок. В Кремле ударили К рождественской заутренне. Я поспешил зажечь спичку, Но свет не избавил меня От мрачного настроения. А напротив, страшный, Невыразимый ужас Овладел мною вновь. Я вскрикнул, Пошатнулся и, Не чувствуя себя, Выбежал из номера. В комнате товарища Я увидел то же, Что и у себя. Гроб. Гроб товарища Был почти вдвое больше моего, И коричневая обивка Придавала ему какой-то Особенно мрачный колорит. Как он попал сюда? Что это был оптический обман? Сомневаться уже было невозможно. Не мог же в каждой комнате Быть гроб. Очевидно, То была болезнь моих нервов. Была галлюнцинация. Куда бы я не пошел теперь, Я всюду увидел бы перед собой Страшное жилище, Смерти. Стало быть, Я сходил с ума. Заболевал чем-то Вроде гробомании. И причину Моего вмешательства Искать было невозможно. Но недолго все-таки. Стоило только вспомнить Спиритический сеанс И слова спиноза. Я схожу с ума. Подумал я в ужасе, Хватая себя за голову. Боже мой, Что же делать? Голова моя трещала, Ноги подкашивались. Дождь лил, Как из ведра. Ветер пронизвал. Насквозь. А на мне не было Ни шубы, Ни шапки. Ворачиваться за ними В номер было невозможно. Выше моих сил. Страх крепко сжимал меня В своих холодных объятиях. Волосы мои встали дыбом. С лица струился холодный пот. Хотя я и верил, Что это была галлюцинация. Что было делать? Продолжал Панихидин. Я сходил с ума И рисковал страшно простудиться. К счастью, Я вспомнил, Что недалеко от мертвого переулка Живет мой хороший приятель, Недавно только Кончуший, Врач, Погостов, Бывший со мной В ту ночь На спиритическом сеансе. Я поспешил к нему. Тогда он еще не был женат На богатой купчихе И жил на пятом этаже дома Статского советника Кладбищенского. У Погостова Моим нервам суждено было Претерпеть еще новую пытку. Взбираясь на пятый этаж, Я услышал страшный шум. Наверху кто-то бежал, Сильно стуча ногами И хлопая дверьми. «Ко мне!» Услышал я, Раздирающий душу крик. «Ко мне, дворник!» И через мгновение Навстречу мне Сверху вниз по лестнице Неслась темная фигура В шубе И помятом цилиндре. «Погостов!» Воскликнул я, Узнав друга моего Погостова. «Это вы? Что с вами?» Поравнявшись со мной, Погостов остановился И судорожно схватил меня за руку. Он был бледен, Тяжело дышал, Дрожал, Глаза его беспорядочно блуждали, Грудь вздымалась. «Это вы, Панихидин?» Спросил он глухим голосом. «Но вы ли это?» Вы бледны, Словно выходец из могилы. «Да полно!» «Не галлюцинация ли вы?» «Ой же мой!» «Вы страшны!» «Но что с вами?» «На вас лица нет!» «Ох, дайте, голубчик, перевести дух!» «Я рад, что вас увидел, Если это действительно вы, А не оптический обман!» Проклятый спиритический сеанс!» Он так расстроил мои нервы, Что я, представьте, Воротившись сейчас домой, Увидел у себя в комнате Гроб! Я не верил своим мышам И попросил повторить Гроб! Настоящий гроб! Сказал доктор, Садясь в изнемыжении на ступень Я не трус, Но ведь и сам черт испугается, Если после спиритического сеанса Натолкнется в потемках на гроб Путаясь и заикаясь, Я рассказал доктору про гробы, Виденные мною Минуту глядели мы друг на друга, Выпуща глаза И удивленно раскрыв рты Потом же, Чтобы убедиться, Что мы не галлюцинируем, Мы принялись щипать друг друга Нам обоим больно, Сказал доктор, Стало быть, Сейчас мы не спим И видим друг друга не во сне Стало быть, Гробы, Мой и оба ваши, Не оптический обман, А нечто существующее, Что же теперь, батенька, Делать? Простояв битый час на холодной лестнице И теряясь в догадках И предположениях разных, Мы страшно озябли И порешили отбросить Молодушный страх И, Разбудив коридорного, Пойти с ним в комнату доктора Так мы и сделали Так мы и сделали Войдя в номер, Зажгли свечу И в самом деле Увидели гроб Обитый белым глазетом Золотой бахромой И кистями Коридорный Набожно перекрестился Теперь можно узнать Сказал бледный доктор Дружа всем телом Пустой этот гроб Или же он обитаем После долгой Понятной нерешимости Доктор нагнулся И, стиснув от страха И ожидания зубы, Сорвал с гроба крышку Мы взглянули в гроб И Гроб был пуст Покойника в нем не было Но зато Мы нашли в нем Письмо такого содержания Милый Погостов Ты знаешь, Что дела Моего тестя Пришли в страшный упадок Он залез в долги По горло Завтра Или послезавтра Явится Описывать его имущество И это Окончательно Погубит его Семью и мою Погубит нашу честь Что для меня Дороже всего На вчерашнем Семейном совете Мы решили Припрятать Все ценное И дорогое Так как Все имущество Моего тестя Заключается В гробах Он, как тебе известно Гробовых дел мастер Лучший в городе То мы порешили Припрятать Самые лучшие гробы Я обращаюсь к тебе Как к другу Помоги мне Спаси Наше состояние И нашу честь В надежде Что ты Поможешь нам Сохранить Наше имущество Посылаю тебе Голубчик Один гроб Который прошу Спрятать у себя И хранить Впредь до востребования Без помощи Без помощи знакомых Зять гробовщика Зять гробовщика Спас И честь свою И имущество И уже Содержит Бюро Погребальных Процессий И торгует Памятниками И надгробными Плитами Дела его Уйдут Не важно И каждый вечер Теперь Входя к себе Я все боюсь Что увижу Около своей кровати Белый Мраморный Памятник Или Катафалк